Добрый вечер В начале концерта провожу разминку Я это делаю, потому что в зале зрители самые разные Надо как-то привести к общему знаменателю Есть молодежь, есть моего поколения зрители Есть родители, которым дети купили билеты, чтобы квартира освободилась Ой, на меня очень дети любят родителям покупать билеты Потому что они знают, что у меня очень долгий вечер Я не понял, это дети или родители аплодируют сейчас? Нет, вообще интересно так наблюдать за залом, кто есть кто Ведь я же тоже сканирую зал И сразу вижу, кто, почему пришел Женщины, как правило, очень искренне реагируют Им смешно, они смеются, мужики нет Нет Вот, слышали? Есть вообще мужчины, которых женщины приводят в зал Мол, пойдем, пойдем, хватит пить каждый вечер, идем Ну и кроме того, надо с уважением относиться к нашей молодежи Молодые люди часто ходят на мои концерты Их много, как правило, в зале, это предмет моей гордости Но у молодых людей есть проблема Им нельзя читать долгие миниатюры, рассказы Они долго об одном думать не могут Они воспитаны мышлением клиповым И поэтому их надо разминать перед таким концертом Ну, кроме того, я вам должен сказать Я иногда смотрю молодежные передачи телевизионные И знаете, я однажды закомплексовал Не все шутки я понимаю Например, про Дом-2 часто шутят И я понимаю, что смешно, но я не понимаю, почему И я думаю, ну нельзя, нельзя так отставать от времени И решил этот пробел ликвидировать Посмотреть Дом-2 Хорошо сказал тело Зачем, сказал он Вот и я задал вопрос Зачем я это сделал Я был просто потрясен Но зато теперь я хоть понимаю шутки про Дом-2 И сам могу пошутить на этот счет Вообще, лучше всего написал ветеран Один на первый канал Причем он написал на первый канал Есть вот люди такого старшего поколения Они вообще не понимают, что у нас много каналов Они думают, что это один канал Остальное ветки этого канала И ветеран написал письмо на первый канал Такой, даже не пойму Какая-то полужалоба такая Он написал Скажите, пожалуйста, я три года смотрю подряд Дом-2 Это ветеран Дом-2 смотрит Это страна чудес Но концовка фразы замечательная Имею ли я право на какие-то льготы? Ну я теперь хоть понимаю, о чем речь идет А то раньше бы я даже не понял этой жалобы Итак, начинаем разминку Я прошу молодежь не смеяться Потому что это наблюдение, сделанное за самим собой Нехорошо над другим смеяться Знаете ли вы, что старость Старость Это когда прихорашиваешься в темноте Молодцы, сдержались А знаете ли вы, что если человек очень хочет жить Медицина бессильна А если он хочет хорошо жить Бессильно даже законодательство А знаете ли вы, чем отличается знание от веры? Это философизм Сейчас придется подумать Знаете ли вы, чем отличается знание от веры? Жена знает, что в их молодой семье двое детей Это, это знание Муж верит, что это его дети Это вера И что интересно, муж-то счастливее Очень сложная размышленность Очень Знаете ли вы, что ложь жене Это безнравственность Ложь клиентам Коллегам Больным Это мошенничество Ложь всему народу Это политика Понятно Раз зааплодировали, значит вырежут Знаете ли вы, что для дружбы Для дружбы нужно время Для любви место Хорошо Итоги переписи населения показали Что женщины у нас в среднем На 5-7 лет младше мужчин аналогичного возраста А знаете вы, что женщины, женщины Это наша слабость Дети, наша радость На 5 минут расслабишься Потом всю жизнь радуешься Вообще интересно Один женский смех в зале Один женский Женщинам особенно нравится Видимо, словосочетание 5 минут Вы хотите, чтобы ваши дети Почаще бывали на свежем воздухе? Перенесите компьютер на балкон Специально для тех Кто любит поминать старое Открылся новый сайт Одноглазники Вот теперь я чувствую Согрев пошел А знаете ли вы, что для многих людей Работа Работа Это неприятный процесс Мешающий раскладывать пасьян с косынка Есть геймеры в зале А знаете вы, примета такая современная Если с вами заговорила компьютерная мышка Значит вас посетила белочка Скромный пенсионер Виктор Черномырдин Получил пенсию и купил Болгарию Гость Москвы из Прибалтики Проехал 300 километров по МКАД Подождите, дайте закончить Понял, что заблудился И поехал в обратную сторону Знаете ли вы, что при штрафных ударах в футболе Быстрее всех строят стенку Молдавские и таджикские футболисты Причем сразу начинают ее штукатурить Я в футболе не буду долго говорить Ладно, мне нельзя ругаться матом Кстати, ну только одно вот Мне пришло на ум Знаете, я подумал Вот интересно, случайно или нет Конституционный суд России Принял решение о запрете смертной казни На следующее утро после поражения Сборной России по футболу от Словении В продаже перед Новым Годом Появились российские киндер-сюрпризы В каждой десятой семечке игрушка Вот тоже события ушедшего года Решили сократить количество часовых поясов в России Это очень важно Без этого мы никак дальше не можем двигаться в наше будущее Но нет худа без добра На Дальнем Востоке молодые люди Многие думают, что если сократить количество часовых поясов То долететь из Владивостока в Москву можно будет не за семь, а за четыре часа Ну а знаете ли вы, что из-за эпидемии гриппа В ЗАГСах молодоженок теперь разрешается целоваться только в масках Появились дизайнерские маски от Юда Ашкина Со стразами сейчас новые маски Но больше всего эпидемии гриппа Конечно же обрадовались представители нашего шоу-бизнеса Особенно те, кто поет под фонограмму В маске вообще можно рот не открывать Ну, пример зато молодец Вот смотрите, радует нас Каждый месяц что-то придумывают интересное На дно Байкала опускался Вообще, я был потом на Байкале Через месяц после его погружения Я вам должен сказать Больше всего были удивлены рыбы в Байкале Они никогда не видели батискав с мигалками В сопровождении 12 подводных мотоциклов А вы знаете, кстати, почему была борьба с коррупцией А теперь война А, на войне трофеи забирают себе А знаете вы, что над деньги, затраченные в стране На борьбу со свиным гриппом Каждая свинья в России могла бы месяц отдохнуть в Египте После масок, защищающих от гриппа Придумали средства, защищающие от взяток Варежки без большого пальца Кстати, после того, как наш президент пообещал обеспечить всех ветеранов войны квартирами Выяснилось, что больше половины российских чиновников воевали Правительство решило признать иномарки, собираемые в России отечественными машинами Следующим шагом по спасению нашего автопрома станет признание отечественных автомобилей автомобилями И еще одна новость Автомобиль АК стал победителем выставки ТАСС-2009 В России выявлена банда, которая якобы организовывала рабочие визиты Владимира Путина И Дмитрия Медведева в провинциальные города Несколько регионов уже понесли огромные убытки от внепланового ремонта дорог Ну тут порадовал премьер наш Собираясь в один город, его помощники сообщили мэру этого города Перед приездом премьера в этот город, что премьер хочет посетить городскую больницу Ну, мэр, конечно, начудил классно В эту больницу завезли здоровых больных А знаете вы, что по новому регламенту Теперь, если инспектор ГИБДД берет взятку Он обязательно должен говорить спасибо Вчера в Москве был задержан нетрезвый водитель Пытавшийся дать взятку лежачему полицейскому А позавчера на Кутузовском проспекте столкнулись два одинаковых Лексуса Из них вышли два одинаковых человека И начали звонить одному и тому же полковнику милиции По результатам встречи объявлена ничья А московский гаишник Потапов придел к жезлу спиннинг И вообще перестал выходить из машины Но порадовал также в прошлом году и мэр Москвы Он всерьез вначале озадачился проблемой пробок В которых москвичи проводят треть своей жизни И наконец он заявил, что будет бороться беспощадно с пробками Скоро в пробке проведут газ, отопление, горячую воду А главное канализацию Но самое главное он пообещал разгрузить движение в столице Ведя повсюду одностороннее движение По четным дням в одну сторону По нечетным в другую Я всегда говорил, что у нас особо развита соображалка Думалка не очень развита, а соображалка развита Есть известное уже теперь на весь мир Рублевское шоссе Вы знаете, что это за район такой Вот Москва всосала в себя всю нечисть России А Рублевка из Москвы высосала ее Но там проблема у ГИБДДшников Они не могут никак срубить бабки, выражаясь их языком С клиентов, богатые клиенты Нарушают правила, ездят А наличных нет ни у кого Че ГИБДДшники, ну это гениально Они у пункта ГИБДД самого такого Весь зал, говорит, банкомат поставили Вообще у нас уникальный народ И недавно я сделал такое наблюдение Поделюсь им первый раз в жизни со сцены Только русский человек, прощаясь, говорит давай Тогда продолжим тему Нашей уникальности Один русский, это добрый, трудолюбивый мужик Двое русских, добрый, трудолюбивый мужик И его завистливый сосед Трое русских, пьянка Четверо русских, партия Пятеро русских, партия во главе с одним евреем Шестеро русских, партия во главе с евреем Плюс один трудолюбивый мужик Семь русских, митинг Спокойно 8 русских партизанский отряд 10 русских партизанский отряд с комендантом, предателем и евреем 20 русских старинная русская забава стенка на стенку 21 русский старинная русская забава стенку на стенку с судьей евреем 100 русских демонстрация 1000 русских революция 1100 русских революция во главе со 100 Я этого не говорил Миллиард русских страшный сон американцев Два миллиарда русских страшный сон китайцев Три миллиарда русских российские ученые нашли у индусов и китайцев славянские корни Пять миллиардов русских апокалипсис Пять миллиардов русских плюс один еврей, чтобы русские не расслаблялись во время апокалипсиса Я считаю наиболее развитым, знаете, какое чувство юмора, когда человек может над собой посмеяться Я прочитаю пародию на себя любимого Я часто говорю о языке Иногда даже сам не понимаю, когда говорю серьезно, когда шучу В общем, я не раз уже говорил о том, что наш язык все более наполняется эффектными, но непонятными иностранными словами Вот называешь человека менеджером и не понимаешь, чем он занимается Обезличка Кто такой предприниматель или папарацци Это папа парацци говорит, что ли А промэушен, ну что это такое, промывание ушей, что ли Истинный ценитель русского языка знает, что наши родные слова Родные слова, точнее обезличенных иностранных Потому что образовывались по природному смыслу Указывали на суть явления предмета Дворник убирает двор Пожарный тушит пожар Участковый принимает участие Ну не всегда, я понимаю, да Милиционер Милое лицо Я согласен с российскими патриотами Если хорошенько подумать, в нашем языке найдутся всегда замены Забугорным непоняткам Ну, к примеру Мутное слово, мутнейшее Спамер Ну что это такое? Надо говорить ясно и понятно Письмо ссыл Пластический хирург Долго Нудно Заменить надо Мордоворот Честнее будет Дизайнер Лапшевес Кстати, процесс пошел Это не я придумал Эти замены Ну как, люди уже не говорят Работник ЗАГСа Многие правильно говорят Брокодел Мобильный телефон Многие называют Трындозвон Скажите, а разве прилично сказать Я была у дерматолога Так и хочется спросить Че он у тебя проверял? Зато никаких вопросов не вызвать Если кто-то скажет Мне надо показаться Шкуроведу Конечно, иностранным термином Которые вошли в нашу жизнь С развитием технологий Ну, нелегко придумать достойную замену Тогда надо сотворить слово По законам нашей родной языковой логики Дегустатор пищи Дармоед Сомелье Дармахлеб Ловелас Бабаголик Звезда шоу-бизнеса Звезда Пшик Чиновник Жизнесос Секретарь Секретарша Чиновника Кофеноска Олигарх Нефтикач Спонсор Сжиробес Киллер Сжиробеса В теме Тюк Манекенщица Туды-сюды Бродилка Модельер Очень Шмотка Жутко Мозг Стюардесса Курица Рыба Мясо Проводница Скорого Поезда Постеледовалка Я не в этом смысле Хохол Хохол Тыригас Можно Газотыр Конечно Кто-то Возмутится Слова Уроды Во всех Языках Есть такие Слова Что такое Футбол Мяч Нога Нога Мяч А кенгуру На аборигенском Австралийском Сумка Прыг Переводит Ну и нам Не надо стесняться Визажист Рожеписец Нотариус Печатеналожитель Фейс-контроль Спохмела Непроходимка Промотор Чушедай Программист Кнопкотык А еще хорошо Клаба Тюк Дистрибьютор Лохоискатель Компьютерщик Мышкоблудец Менеджер Сам не знам Но вам объясням Аудитор Насосуй Папарацци Везде Насосуй Инвестор Вложенец Иностранный Инвестор Пападун Можно Пападалец Полную Ревизию терминов Полную Надо провести В медицине Единственное Название Профессии Которая Указывает Точно Чем занимается Врач Ухо Горло Нос Но звучит Ужасно Ощущение Какой-то Расчленитель Какой-то Это Чикатило Вот ухо Вот горло Вот нос Ну конечно Некоторые Не говорят Ухо Горло Спрашивает Вы Ушник Нет Я Ушняк Ну конечно Есть слово Оттоларинголог Но это же Выучить надо Это как Песня с припевом Надо по-русски Говорить Заглядун Анестезиолог Выключатель Медсестра Утконос Диетолог Ням-ням Хрен Да я уверен Что ученые Могут постараться И создать Современный Словарь Нашего родного Языка И заменить Надо это Длинные Скучные Выражения Ну что это Ну что это Автор Телевизионных Сериалов Говорит Точно Соплежуй Пенсионер Сериал Обед Или Финансовый Кризис Банковской Системы Одним словом Похрендым Короче Чтоб жизнь Наша Прояснилась Чтоб мы Вынырнули Из своей Туманности Нужен Ясный Язык С честными Словами Фотография Харри Рожа Фотография На паспорт Страшноморния Это грустно Моряк Дальнего Плавания Не до Папа Домохозяйка Типа Что-то Делаю Консьержка Консьержка Вахтодрых Кассир Общитун Бухгалтер Босс Общитун Личный Водитель Босовоз Водитель Маршрутных Такси Мясовоз Гаишник Бабкосос Официант Блюдонос Повар Блюдодел Шеф-повар Блюдодела На блюдуй Липоксация Жиросос Эпилятор Махнодральник И Наконец Себе Что это Словарь Несколько Примеров Приведу Например Электрокардиограмма Теперь по-украински Знаете Как пишется Сердце Шокозапис Эксгумация Трупа Выкоп Я не могу Картинка Жуткая Азоофил Тварелюб Я вообще был На Украине Там Вот смесь Этих новых Придуманных слов Естественно С иностранными В Ялте Находиться невозможно Дайвинг Шоппинг Секондхендинг В одном месте Написано Я им говорю Ударим шоппингом По секондхендингу Везде Кто придумал Эти окончания Джиппинг Написано Вертолетинг Яхтинг Слушайте А в Египте По-русски Написали Верблюдинг У меня сейчас Шутинг С вами На телевинге Я даже не знаю Как это произнести Вообще Украина Так любит Иностранные слова Ей же очень хочется В НАТО И Там в гостинице Я должен Выписываться Уже Должен уходить У меня звонок Из ресепшена Естественно И Ресепсионистка Это тоже естественно Меня спрашивают Когда будете Делать Чек-аут Я прекрасно понимаю Что это Ну Я же не могу Всерьез отвечать На это Че-че Она мне поясняет Чек-аутиться Когда будете Я говорю В каком смысле Вы кэшем будете Чек-аутиться Или нет Ну это вообще Дуродливо Даже если Принимать во внимание Что эти слова Вошли в нашу жизнь Я понимаю Что это Я говорю Какая каша У меня нет каши Никакой Она говорит Ну когда вы езжать будете И я ей отвечаю Я сейчас принимаю Душинг Потом сделаю Чемоданинг Может быть Стибзинг Полотенца Сделаю И буду делать Отвалинг После этого Но самый Забавный случай Конечно На Украине Произошел Когда в гостинице Крутая Крутая Киевская гостиница Там пацаны Естественно Останавливаются Иностранцы Это сразу ясно Это крутяк Такой гламурнятник Такой Так как пацаны Любят тоже Иностранные слова Употреблять Но не знают Что они означают Им очень хочется Американцам подражать Американцы Когда ездят в лифте Если вот Американец в лифте А вы стоите на этаже Ждете лифт Открываются двери Там американец Вот Американец вам говорит Даун Вы говорите И я Даун Значит И казалось бы Нормально все Да Но для тех Кто понимает О чем речь идет Ну когда стоит На третьем этаже Американец А в лифте едет Донецкий пацан Нормальный Останавливается А стоит Стоит не американец А менеджер гостиницы Который хочет быть похожим На американца И этот менеджер Украинец Спрашивает У пацана Донецкого Спрашивает Даун Кто говорит Я тебе даун Сейчас устрою Плавно переходим К новостям Зарубежным Западные синоптики Проспорили ящик водки Российскому ревматику Концерн Опель Отказал В покупке Сбербанку России Теперь свое Предложение По покупке Акций Опеля Выдвинул Газпром Если сделка Состоится Мы уже в скором Времени Получим в России Новый Народный Автомобиль Газопель Иранские инженеры Разработали ракеты Типа Земля 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 Ракеты Могут катиться На расстоянии 10 километров Опрос Африканского Населения Показал Что любимое Африканское Блюдо Гуманитарная Помощь Компания Nokia Решила уволить Более 5000 Сотрудников Потому что Взяла на работу Двух Китайцев На днях Президент Северной Кореи Ким Чен Ир Пообещал Что сотрет США С лица земли После чего Попросил Принести ему В кабинет Глобус Эластик В октябре Прошли совместные Военные учения России Беларуси Вдоль Границ Странбалтии В ответ на это Латвия Решила провести Масштабные Военные Учения Подрабатывания Молниеносной Войны Совместно с Эстонии Операция Получила Название Несокрушимая Улитка А в Великобритании Испытали Таблетку От храпа Таблетка И в самом деле Действует Но только Первые два часа Пока спящий Ее рассасывает Ну и недавно Конечно Порадовала Украина Украина Так хочет В НАТО Что Наконец-то Вышел На Украине В свет Первый Номер Журнала Гламурное Свиноводство В котором Вы можете Найти Пробник Сала Ну Надо от Украины Конечно Переходить Непосредственно К их Хозяевам К США Потом Если я про США Не скажу Я обману Ваши ожидания Вроде как Вы зря Пришли На мой Концерт Знаете Мне нравится Барак Обама Правда Очень Хворит Замечательно Ходит Легко Говорят Когда он пришел В овальный кабинет В белый дом В первый в свой день Он открыл ящик стола И выбросил Оттуда оловянных солдатиков Вырезалки Раскраски Единственный человек В мире Которому Нобелевскую премию Дали за обещание Но зато Подвижки есть Какие-то Смотрите Вот талантливый человек Он во всем талантлив Весь мир Все новостейные передачи Телевизионные В мире Облетел такой кадр Как он говорил Говорил речь И потом А у него муха жужжалась Здесь помните Слушайте Как он на лету Словил Вот так Не глядя Совершенно То ли это Дрессированная муха Была То ли это Пиар-ход был То ли То ли его предки В Африке Так Еду себе Добывали Я не знаю Может это у него В родовой памяти Но то что произошло Даже он не ожидал На него Наехали зеленые И в суд подали Он муху убил Какое небережное отношение К природе И Барак Обама Вынужден был Оправдываться Перед наехавшими На него В суд Зелеными Да Он оправдывался Всерьез говорил Что он Не убил муху Поймал Она в реанимации Сейчас Он ей две ножки Отращивает Нормальная да Постановка вопроса То есть Ирак бомбить нормально А муху убить нет Вообще Они там совсем Спятили с ума У нас же Такого градуса лицемерия Даже не было В советское время Ну Подвижки Все равно есть Смотрите Он действительно умный человек Он отказался от ПРО Правильно сделал Ну не работает это Против Ирана В Польше ПРО Ну у него лучше с географией Чем у Буша Прямо скажем А против России Это все не работает Когда-то Америка хотела Космическое оружие Разработать против России И знаете почему Не стала разрабатывать Потому что Пару наших ученых На какой-то Международной конференции Сказали прямо Не тратьте бесполезные деньги Вы нашпигуете Нафаршируете Космос своим оружием А мы Две цистерны с гвоздями Выкинем в космос И все И у вас ничего Работать не будет И от ПРО Правильно отказались Вон В Сербии Самолет-невидимка Американский Был сбит Российской ракетой Нелетайкой Кстати Действительно Случай Ведь самолет-невидимка Был сбит в Сербии Кем? Русским зенитчиком У них самолет-невидимка В инфракрасных лучах Наведения У нас нет Развиваются события Наконец-то у России С Америкой Началось Баракосочетание Смотрите Европа признала Что Грузия Первой Напала на Абхазию Почему? Потому что Наш президент Добился Он ездит по всему миру Выступает Добился Из-за того Что показали Эти ролики Правильные По телевидению По новостейным программам Особенно Часто Показывали Вот этот ролик Где Саакашвили Съел свой галстук Но Это произвело Впечатление Сарказис Саакашвили Без галстука Встречался Уже Знаете Что мне нравится Как медведь Ездит по миру Что-то Рассказывает Подарки делает Причем По-русски С нашей щедростью Он Швейцарским Руководителям Правителям Подарил Смотрите Русских Ну Они намека не поняли Медведев Дарит медведя Но живых Медведя подарил Они Конечно Очень обрадовались Говорят А сейчас Мы вам подарок Сделаем И Медведев Так завис Когда увидел Подарок А тебе говорят Было ощущение Что они Ну слона Подарят После этого Они подарили Кулон Шоколадной Мишки Вот такой И Медведев Так А потом Говорил Какой Подарок Он Без Иронии Вот молодец Вообще Я когда Видел Этот кадр Я еще раз Подумал Вот насколько Мы отличаемся От иностранцев Иногда 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 В лучшую сторону Иностранцы Не любят Делать подарки Они любят Получать подарки Наши Для наших Удовольствия Дарить Поэтому Иностранцы Всегда Дарят Какую Нить Дрянь Все Все Уже Знают Это Мне Подарили В Канаде Канадец На день Рождения Мне подарил Значок Города Монреаля Вот Вообще Не видно Я говорю И все Он говорит Это же Юбилейный Значок Да Конечно Ну раз Юбилейный То это Конечно Сильно Вот Одна Женщина В Техасе Живет Подарила Мне Я не могу Я сейчас заплачу Я по воспоминаниям Заплачу На Новый год Набор открыток Козлы Кордильер Я правда Я прослезился Я говорю Какие Открытки Какие Козлы У вас Есть В Америке Она говорит Нравится Я говорю Очень Я хотел Сам купить Но у меня денег Не было На это дело Через год Она мне позвонила Спрашивает У тебя еще есть Мой подарок Есть Я говорю Есть Я поставил В шкафу У себя Козлов Этих И твои фотографии Между ними Стоят В этом году Летом Приезжала Моя бывшая Одноклассница Из Сан-Франциско Она уехала Очень давно Вышла замуж За Америкоса И Обамерикосилась По полной программе Была наша Замечательная девчонка Подарки делала Как мы все Все Другая приехала Знала Что у меня день рождения И привезла мне Вот это Это единственное Что вызывает у меня Большее чувство Чем Козлы Картильер Она мне на день рождения Сейчас я справлюсь с собой Она подарила Фотографии Со свадьбы сына Я говорю Вот такую пачку Вам ха-ха Вот такую пачку А то у меня Фуфла мало в доме Вот это Я говорю Это все мне Она говорит Выбери Которые понравятся Мне не могут Понравиться Ни одна Наш человек другой Совсем другой Наши любят Дарить подарки Потому что наши Перед тем Как пойти куда-нибудь На день рождения Или на юбилей Долго ходит по магазинам Ищет хрень побольше Я хочу представить Одного молодого человека Он в зале сидит Эту молодого человека Звать Гарри Он выдумщик Замечательный И вот он Придумал следующее Ходил-ходил Думал-думал Потом мне говорит Михаил Николаевич Вот вы часто говорите О том что Часть молодежи Очень неразвита Действительно В музеи ходят Очень редко На дискотеке Гораздо чаще Я говорю Ну и что Гарри Ты хочешь сказать Он говорит Надо по-современному Оформлять музеи Надо картины Озвучивать Известными Любимыми Молодежью Песнями Итак Музыкальное Сопровождение Для известных Картин Возвращается муж В три часа ночи Из интернета Жена Опять накликался Любит Ой Не любит Ой Любит Ой Не любит Ой Любит Ой Не любит Ой Мазохистка Гадала на кактусе Встречаются два друга И разговаривают Слышь Я вчера с девчонкой Встретился По инету Месяц общались Ну и как Че Как она Да Недооценил я Ее умение Работать с фотошопом Мужики Я рос в многодетной семье Мне постоянно приходилось Донашивать одежду За старшими сестрами На пляж Вообще стыдно Выйти Было Ты знаешь Одна подруга Другой говорит Я хочу вернуться К мужу Немедленно Почему Я не могу Больше видеть Его счастливую рожу Сынок Мне кажется У тебя проблема С наркотиками Да какие проблемы Бать Могу достать Парни Прикиньте Мне врач Разрешил Пить Водку Только в те дни В названии которых Есть буква С Это как Среда Суббота И сегодня Это невозможно Ребят Моя жена Все время просит денег Каждый день Дай ей день Дай ей Куда ей столько На что она тратит Не знаю Я ни разу не давал Слушай Степ А у тебя жена верная Верная Ааа То есть ты не в курсе Сынок Мама сказала Что ты вчера Себя плохо вел Да папа Потому что я вел тебя И еще дядю Колю Жена блондинка Курит на кухне Муж Потуши сигарету А ты уверен Дорогой Что хочешь на ужин Тушеную сигарету Слышь У тебя что Жена двойню родила Да не Ну просто В роддоме Где она рожала Акция Рожаешь одного Серега Серега А я видел вчера Как ты выходил Из гей клуба Да выходил А ты то чего остался Разговор в магазине У меня скидка Я ветеран Ветеран чего Куликовской битвы Удостоверение предъявите Не могу Еще оформляется Странно Татары Уже предъявляют Ну что мужики Возьмем Вечером по пятьдесят Да нет Ну давай Помоложе Возьмем Посетитель официанту Скажите Это правда Вот Что вы Официанты За нами Доедаете Официанты Ну что Это неправда Это вы За нами Доедаете Все рекорды Побил один менеджер В салоне Тойота Ну где Лексусы продают Такой Такой Совсем Для зажиточных У меня много Упакованных друзей Хорошо Но это Как правило Очень интеллигентные Образованные И хорошо Подготовленные К жизни люди И вот Один из таких людей Один из таких Моих друзей Поехал покупать Лексус Ему менеджер Менеджер Я их правильно называю Койкакеры Записывает ему Получите Свою машину 31 февраля Тот так посмотрел Мой друг интеллигентно Говорит Перепишите пожалуйста Число Менеджер Почему он говорит В феврале нет Нет 31 числа Тот говорит Да да хорошо И переписал 30 февраля А он говорит Перепишите пожалуйста Почему Он говорит Нет 30 числа И этот пишет 29 И тогда мой друг говорит Вы понимаете В этом году нет 29 Ну там завис был Конкретный Ну а этот разговор Я слышал в аэропорту Две такие девчонки Такие Вот у которых Юбки нигде не кончаются Потому что и не начинаются И стоят Одна Одна другая говорит Слышь А какой самолет На каком летим Она говорит Боинг будет Так говорит Да Говорили Чартер Так говорит Ну ты чё Боинг тоже Хороший самолет Вот такой Умный разговор Такой состоялся Ну по моему Все рекорды Вот этого дурошлепства Побила девчонка На пляже Он же в Риге Ребята захотели С ней познакомиться И говорят ей Ну надо же как-то Интересно познакомиться Ну что там Девушка не меняли Вы ждете Это банально Все Они подошли к ней Говорят Причесаться надо Расчески нет Она говорит Не дам Сразу Тебя говорит Да нет Мы про расческу Значит Он говорит Я и тебе сказал Я не дам ничего И расчески не дам Он говорит Почему Готовы точняк Только Только сегодняшняя Молодая деваха Могла Такой вот А вдруг У вас Глисты Ладно Переходим К финишной К нашей Финишной Прямой В газете Прочитал В свои 60 Леонтьев Хочет выглядеть На все 100 Откуда у вас Силы еще Можете мне Объяснить В газете На всероссийскую Конференцию Для обсуждения Проблемы Деторождаемости Слетелись Со всей России Учителя Врачи И специалисты В газете Отделению Экстренной Хирургии Срочно требуется Священник Я даже Чик А как вам Это объявление Ищу работу Продавцом Или Продавщицей А вот Энергетика Русского Человека Спою На вашей Свадьбе Поминках Все равно На чем петь Знаю Гимн Россия Боже Царя Храни Шумел Камыш Объявление В газете Вот рекламы Это такое чудо Рекламы Массаж Какой это Косметический Салон Вообще Россия Это Страна Непуганных Косметологов Реклама Массаж Восклицательный Всем Два Восклицательных Всего Три Восклицательных Еще Реклама Одного из Косметических Салонов Мы восстанавливаем Имидж деловой Женщины После корпоративной Вечеринки Город Караганда Такси Волга В таксопарке Слоган Плакат По-нашенски В автомобиле Марки Волга В пути Вы будете Недолго Кто Это Все Придумывает А что По радио Теперь Говорят Раньше За это Увольняли Когда Наш президент Был в Бразилии Вдохновленный Комментатор Сказал В репортаже Это правда По телевидению Следующее Подписанные документы Имеют огромное значение Для России Россиян Бразилии И Бразильян Хорошо Что бразильцы Не понимают По-русски Бразильяне До которых Светок не слезет Дорогой По радио В Новосибирске На открытии Зимнего городка Будут присутствовать Дед Мороз Глава города И другие Сказочные Персонажи Гениальная Страна Гениальная Россия Не должна Жить хорошо Она должна Жить вот так Не отформатирована Весела По радио Программа по заявкам У нас с женой Сегодня юбилей 25 лет совместной жизни Прошу передать песню Исчезли солнечные дни Молодец Молодец Интересно Что мне на электронную почту Пишут люди Очень такого Возраста Преклонного Овладели интернетом Одна написала чудное письмо Это Я иногда буду рассказывать Такие истории Чтобы вы передохнули А потом снова Начали смеяться Потому что так бесконечно Смеяться невозможно И она мне написала Следующее Я в 30-е годы Училась на Рабфаке Я думал Таких людей уже нет Они еще в интернете Болтаются Это гениальная страна Училка Она так и пишет Училка все время Внушала Что бога нет И мы должны были Повторять Бога нет Бога нет Давайте хором Дейте Бога нет Бога нет И вот мы однажды Очень хорошо Это все проскандировали И она говорит Молодцы дети Молодца А теперь давайте Дружно покажем ему Кукиш Я очень часто Бываю в путешествиях По России И конечно Один из жанров Это те названия Которые придумывают Хозяева своим фирмам Кафе Ресторанам Вот парикмахерская В Иркутске Ну вот в Европе Этого не увидишь Даже вот в моей родной Риге Уже этого не увидишь Там за это оштрафуют Парикмахерская называется Сам пришел Вот Мол извини Что мы тебе уши отрезали Вот Название магазина Вино, водка В скобках Товары повседневного спроса Ларек Называется При выезде из Москвы Вино, водка Творог Какая связь у русских людей Ничего понятнее Во Владивостоке Магазин называется Немецкие окна В скобках Проверено на немцах Зоомагазин В одном из сибирских городов Зоомагазин называется Тварь В Комсомольске На Амуре Приколист Хозяин кафе Назвал свое Белое горячко Пришли Надзорные органы Объяснили ему все Нельзя такое название Он переименовал Белую горячку В горячую белочку А название игрушек Почему в моем детстве Не было таких игрушек Я бы сейчас не стоял на сцене Я бы сейчас в Кащенко лечился Бегемот Маша Почему бегемот Маша Панда Клава Большое различие Слон Антон Лис Борис Кабан Толян Енот Хема Игрушка мягкая палач Мальчик Луковка в штанах Это игрушки выпускаются в наше время А еще интересно выписывать различные меню Теперь рестораны крутые Меню надо придумать Чтобы завлечь Завлечь клиентов Какие же я меню Выписал Поездив по России Филе лосося В загадочной фанеровке Спагетти бабушкины останки Форель опущенная Видимо на зоне долго провела форель Биточки обделанные в сухарях Но молодежь и безграмотна А фантазия работает Ой Глазунья Дракула Коктейль Укус вампира Десерт Пирожное Наполеон Подмосковный В ванильном соусе От Кутузова Какая ж фантазия У наших людей Десерт Дыня Голая правда Яйца игристые Вот она Игристые Настойка для мужчин Из чукотских рогов Яичница называется С любовью не шутят В Одессе кафе Виктория Борщ 7 гривен Лагман 6 гривен Бабушкино мясо 12 гривен В Иркутске Реклама хрена Прямо такая длинненькая такая афишка Написана вот в строке Построчно Хрен с лимоном Хрен с растительным маслом Хрен с клюквой Хрен с брюшникой Хрен с орехами Внизу крупно Какого хрена вам еще Кафе При Хабаровске В нашем кафе Комфортабельный туалет Окунись в мир прекрасный Какие же русские люди придумывают Средства Допустим Борьбы с бессонницей Вообще Вот эти книжки Очумелые ручки Бабушкины советы Есть только в России Вот для улучшения сна Например Многие У многих бессонницы Запоминайте Оказывается Лягте в постель Сначала Молодцы Хороший совет Когда согреетесь Встаньте Вот Сколько же дураков На белом свете Ему было Постель Закройте одеялом Это что он К утру согрелся что ли А Чтобы она не остыла Наденьте шерстяные носки И в одних носках Выйдите на балкон Чего хохочет Это полезный совет Походите Пока не остынете И ложитесь В теплую постель Если через 20 минут Не заснете Снова встаньте Снова наденьте носки Слушайте Раз это печатается Это кто-то это делает Вы понимаете А вот бабушкины советы Книжка Если у вас высокое давление Вот Высокое давление у многих Запоминайте Если у вас высокое давление Намочите портянки Где я возьму вам портянки? Столовым уксусом Положите на лоб На 10 минут Нормально Портянки в уксусе Вы знаете как они пахнут? Тут давление зашкалит вообще А чтобы сбить температуру Надо взять соленый огурец Разрезать его пополам И приложить дольки к пяткам Все И на работу Дольки к пяткам Вас мучает бессонница? Сначала надо лечь на пол Вытянуть руки вдоль тела Уже картинка такая Скосить глаза Переносица Представляете на пол А если войдет Кто в это время? А я думал Глаза косят Вот И лежите так Как можно дольше Нормально? Уверяем Очнетесь только утром Конечно Вот Если у вас мерзнут ноги Или вы начали лысеть Нормальная постановка вопроса Это одно и то же практически Возьмите головку чеснока Натрите луковицу И 10 колорадских жуков Где я возьму колорад Мне в Белоруссию ехать надо И втирайте эту смесь Настойную на водке Перед работой Чеснок с луком С колорадскими жуками И на работу Если болит голова Съешьте 2-3 кусочка Соленой селедки С кусочком сахара Я не знаю Может голова пройдет Но тошниловка обеспечена На которой капните Три капли нашатырного спирта Ужас После этого Подойдите к окну Хит Прижмитесь лбом К холодному стеклу Скоси в глазах Переносица И повторяйте как можно громче Улетела Отъехала Я на первом этаже живу Вы представляете Я подойду А там люди ходят А я отъехала С глаза Отошла Ой А представляете Ведь есть люди У которых и ноги мерзнут И голова болит И давление повышается И бессонница Представляете картинку Лежит мужик на спине На полу Руки по швам Глаза к переносице На лбу портянки К пяткам привязаны огурцы И орет Отошла Отъехала Вот еще один полезный совет Для мужчин Мужики Слушайте внимательно После совершения Интимного акта С женой Вы должны Позволить ей Пойти в ванную Но следовать За ней не нужно Дайте ей Побыть одной Возможно Ей захочется Поплакать Я сам заплатил Если у вас Перегорела лампочка Не торопитесь Ее выбрасывают Нагрейте ее До температуры 600 градусов Вы Конечно Я дома обычно Это делаю Чем я нагрею До 600 градусов И руками Осторожно Отделите от патрона Колбу Меня хлебом Не кормит Дай 600 градусов Помацкать Вот так вот Замените Перегоревший волосок Вот как просто Все На что Я ее заменю На свой волосок Или мне Здоровую Расчехвостить Лампочку Надо Вот А затем Нагрейте Колбу снова И присоедините Ее к патрону Отсасывая Из нее Воздух Вы Пробовали Отсасывать воздух Из 600 градусов Когда-нибудь Адреналин Обеспечен Я когда Уезжал из Комсомольска Я купил Сонник Думаю В вагоне Надо почитать Что-то интересное Может быть Какую пародию Сочиню Вот так вот Открыл Прочитал Одну фразу И сразу Закрыл Прочитал я Следующее Это Сонник Напоминаю Видеть собаку Ведущую Переговоры С китом Только Русскому Такое Приснится Может Я не знаю С какого Ерша Это может Утром Привидеться Вообще Ощущение В нашей стране Что у нас Какой-то сплошной Первый апрель Присылает письмо Женщина мне Михаил Николаевич Ну точно В жизни Оказывается Все как у вас В концерте Мой муж Мне говорит Недавно Наши Наши отношения Как-то остыли Что-то у нас Охлаждение какое-то Ну давай Попробуем Как-то их оживить Возвращайся Сегодня пораньше С работы Ой Она вообще На работу не пошла Она Она маникюр Педикюр делать пошла Прическу Вернулась Радостная Говорит Ну он Говорит С первым апреля А это Ну как это можно понимать Перевозка пассажиров По городу На близкие расстояния В автобусе В салоне 40 мест для сиденья 40 человек Могут ехать стоя В скопах Максимальная загрузка 150 пассажиров А это в магазине мебельном На кровати написано Кровать для молодоженов Суммарная масса супругов Не должна превышать 40 килограммов Это для гномов Что ли Это для гномов На грузовом Автомобиле Машине Которая выносит мусор На бортах написано Вывезу Тире Привезу Бывают такие объявления Хочется задать вопрос Каково развитие Того человека Которому это необходимо Выхожу из магазина На дверях стеклянных Написано следующее Осторожно Там порог Точка Потом ступенька Запятая Потом еще одна ступенька В скопках Всего две ступеньки Это в поезде Прочитал Правила пользования Подстаканником Жидкость Подстаканник не наливать Вот А еще интересно Знаете В подъездах Вывешены разные Какие-то объявления Там Напоминалки И вот Захожу в один подъезд Оголенные провода А русский человек Он не починит провода Нет Он А вот написать может Рядом с оголенными проводами Написать Не трогайте провода Мокрыми руками Вот это Они ржавеют Уважаемые жильцы На входной двери в дом Просьба Не выбрасывать в окно Каждое утро Манную кашу Карта Представляете Мужик выходит Каждое утро Ему Бунц Он в ванной Каши стоит Мужчина Который собирал Деньги на домофон Где вы? Где деньги? Где домофон? А это шедевр Какой-то Литературный Уважаемые гости Подъезда На двери Вообще на двери Когда видите Вот входите в подъезд И видите Что на двери Что-то прикнопили Читать надо Порадуйтесь Уважаемые гости Подъезда Если вы пришли К кому-нибудь В полночь Сразу Определитесь Где Тех К кому вы пришли Живут И звоните Только им Конечно Жители Нашего подъезда Будут рады Послать вас По правильному Маршрут А какой стиль Если же вы забежали В подъезд Просто так Справить Малочисленную Физиологическую Нужду Вы должны иметь При себе Паспорт Дорогие часы Мобильные Деньги на ремонт Подъезда Пару костылей Йод Вату Бинт Полмешка Гипса И завещания Уважаемые гости Подъезда Помните Лучше быть Здоровым Человеком Без лампочки Чем инвалидом Второй группы С лампочкой Тем более Что если вас Поймают При краже Лампочки Вы будете Поражены Тем Какое место Ваше организма Подойдет Под патрон Этой лампочки В магазине В зоомагазине В Москве На клетке С попугаем Попугая Не пытать Он не говорит Ну наш Не может И быстро Разговаривать Или нет Детский сад Прием Детей До 8.30 Калитка Будет закрыта Убедительная Просьба Жуть Через забор Детей Не перекидывай Западная Реформа Образования Нас не отцифрует Никогда Никогда В гастрономе Внимание Акция При покупке Двух бутылок Водки Нож В подарок Ну точно Ощущение Что Вот Все время Находишься В телепередаче Розыгрыша Не в жизни Метро Я иногда бываю В метро Ну Пробки Надо доехать Вовремя Приходится Спускаться в метро Ну Кепочку так Надвину Как шапку Не видим Меня никто Не узнает Никогда Не забуду Как один Говорит Своей жене Смотри Какой урод На задорного Похож Вам приятно Надо мной смеяться Ну Не всегда Конечно Узнают И значит Двери Закрываются Одна Все время Остается Открытой В вагоне В метро И машинист Кричит Не держите Двери Не держите Двери И Поезд не трогается Мужик Встает Бунц По двери Ногой И оно Закрылось Вот В очередной Раз Поезд поехал Следующая Остановка Какой умник На каждой станции Держит двери Тот сам мужик Подходит К рации В связи С машинистом Говорит Никто Твои двери Не держит Просто Они закрываются Только После того Как я их Пну Машинист После паузы До какой Станции Вы едете Он говорит До конечной Выражаю вам Благодарность От лица Метрополитена То что происходит В России Нигде В мире Произойти Не может Под электросталью В лесу Есть сумасшедший Дом Очень хорошо Устроенный Не думайте Что я знаю По опыту И оттуда Сбежал Сумасшедший Это лет пять История назад Произошла А Есть такой Научно-исследовательский Институт В электростале Который изучает Разновидности Грибов И вот Ученый Профессор Пошел в лес Изучать Трутовики Трутовики Растут на дереве У него все Обмундирование Кошки Он залез Ну знаете Что такое кошки Это как на когтях И с лупой Смотрит на Трутовик В это время ОМОН ищет Сумасшедшего В лесу Слышь Ты кто? Он говорит Я профессор Профессор Че делаешь Грибы Изучаю Неделю Провел В правильном месте А когда наши Попадают За границу Ну все Кирдык За границей Два моряка Из Владивостока Приехали в Японию Купили машину И решили еще При даче купить часы Купили часы В лавке в японской Такой обыкновенной Дешевые часы Но там же японцы Всегда дают гарантию Они не тонут Не горят Пыль не попадает Пули непробиваемые Под водой Держат температуру 600 градусов В общем Когда наши Пришли домой Один из них Говорит Наши ведь Не доверяют Они в другом Государстве Выросли Говорит Слышь Что-то я не верю Ну проверь Чего Ну как Давай вскипяти Они вскипятили Часы Причем Они бросили В кипяток Пошли смотреть Телевизор И забыли О часах Они вспомнили О часах Когда запахло Часами Они пришли Там не часы Там пуговица От солдатских кольцов Тридцатых годов Вот такого вот Размера Взгрустнулась Хозяину А друг ему Говорит Да ладно У тебя же гарантия есть И они пошли Сдавать по гарантии На следующий день Часы Японец Потерял косоглазие Когда Когда увидел Вот этот Вот этот Ошметок Выкидыш часов Вот этот Он говорит А что вы с ними делали Они говорят Да так Вот подогрели И знаете что Японцам Выдал Как и положено По гарантии А сам побежал К хозяину И говорит Посмотрите что с нашими часами Может что-то не то А хозяин Жил во Владивостоке До этого 5 лет Он понимал И русскую психологию И русский язык Он схватил часы Побежал за нашими На тротуаре Догнал их Говорит Скажите Скажите честно Мы же вам уже отдали часы Скажите теперь честно Что вы с ними делали Мы Тебе говорят Сварили А что На следующий день В витрине Это японской лавки По-русски написано Часы не варить Надпись На Крите В аквапарке На русском Это не туалет Это Будка сторожа В бане В Магадане Обмывочный пункт Работает до 15 часов Запрещается Замачивать веники В тазу В бане Ведется Видеонаблюдение На дверях Автомастерское 19 апреля Шиномонтаж Не работает Христос воскрес Логика у России Конечно женская Это значит Что чувства Впереди логики бегут Мужик выбирает Сковородку в гастрономии Мужик выбирающий Сковородку Уже замечательная Картина Че-то пальцем Там колупает Видимо жена Сказала Ты проверь Там вот Если че-то Колупнешь Не бери Значит он в чате Подходит продавщица Говорит Вам какая Сковородка нужна? Он говорит Чугунная Вы женаты? Он говорит Да Вам лучше Алюминиевую взять А это женская логика Это мне в письме Женщина писала Вы знаете Вы правы Логика у нас особая Я полезла мыть окна Потом гляжу А на мне рваные колготки А у нас седьмой этаж Думаю Упаду Приедет скорая А на мне рваные колготки Слезла Переодела Вернулась И спокойно Домой на окна Я же рассказывал Историю про гирю До сих пор Она не может закончиться Как мужики пытались Гирей пробить люк С третьего этажа Бросали А у них оказалась короче Веревка Которую они привязали К канат Привязали гирю К отоплению И гиря Влетела в окно Первого этажа Ну и И они пришли А там три пацана Бледных сидят Вообще Говорить не могут Они спрашивают Тут гиря не пролетала Посмотри В холодильнике Ну и Что вы думаете Казалось бы Рассказала Нет Не та страна Мне идут письма Буквально Каждый месяц Я получаю письмо Примерно такого содержания Вы все врете Гиря люк Не пробивает С третьего этажа Мы пробовали Друзья наши Пробовали Некоторые пишут Пробивает Но с шестого этажа То есть Люди занялись О народу делать нечего Но последнее письмо Меня добило Михаил Николаевич Мы провели Расчеты И сделали Все правильно Мы привязали Правильным канатом Гирю к отоплению Мы измерили Чтобы гиря достала До канализационного люка Бросили Михаил Николаевич Имейте в виду Как будто мне это интересно Гиря люк не пробила Пробила Батарея Которая вылетела По той же Траектории А мужик Который шел Через двор Торопился к жене Ночью Бежал Бежит Бежит Решил по диагонали Срезать Путь И вдруг Пишет мне Мне так Бум По башке Кто-то Я упал Думаю Надо сейчас встать Как дать в морду Встал Мне бум По башке Я опять упал Думаю Надо быстрее подняться Быстро вскочил Ему еще с ней Бум По башке Турник детский Если японцы Попадают в Россию Открывают какое-то кафе И женятся на русских Они в Японии возвращаются Им не интересно И вот японец Который женился на русских Уже пять лет Живет в Хаварске Рассказывает мне историю Как у него выделился адреналин И больше Такого у него не будет Наверное никогда в жизни Она его Посадила на самолет И полетели они В город К ее родителям И вдруг самолет Падать начинает Правый бок Левый Падает И Люди уже Кого-то тошнит Просят бумажные пакеты Кто-то звонит Прощается уже Земля приближается Вещи болтаются Кто-то набил себе шишку Вдруг самолет Неожиданно выравнивается Летит Начинает набирать высоту Все Только в России Высовывается Из кабины Довольная В рожа летчика И говорит Она вызывала скорую помощь И поговорить с кем-нибудь Хотелось Ей больше ничего не интересовало И она Ну приезжала в скорую помощь Все врачи знали Эту обязательную программу Что она будет жаловаться На семью На родственников На всех И что пуповину ей в детстве Неправильно перерезали Ей такой фиктивный укол Сделает И уезжает Она успокаивается И вот поступил На работу В скорую помощь Молодой врач Ему надо было ехать завтра А сегодня Поехали бывалые Когда молодой врач На следующий день Приехал Бабка ему начала Обязательную программу Гнать Он в первый раз Это слышал Поверил Говорит Бабка Надо укол делать Снимай трусы Я не знаю Что с вами будет сейчас Когда она сняла трусы И спустила Готовы? Точно У нее на ягодице Приклеен пластырь А на пластыре написано Бабка врет Все-таки И мы уникальный народ Ой У нас в Крылатском Напали на супермаркет Бандиты ночью Вот и зачем им это надо было Ночью нет денег В супермаркет Может они поесть хотели И началась вялая перестрелка В ночи Такая Пух И тишина А уже все на балконах Уже все смотрят Будет Голливуд или нет Пух И тишина Все разошлись Ай Скучно Не умеют наши И спать Через полчаса Пух Опять все на балконе Опять тишина И так было раза три Наконец никто уже не выходит Выстрели редкие Одинокие раздаются К утру Вдруг дуплет Пух Пух Пауза повисает Над районом Из недр дома Напротив Женский голос Да убейте вы их Наконец И в рупор Главный омоновец Кому вы сейчас Обращались Ну и история Которую пока Ничто перешибить Не может Это Девчонка написала Я очень люблю Своего мужа И его боюсь Такая чисто русская история Боится Любит Он меня отпустил На девичник Но сказал Чтоб я была В 12 дома Обязательно Вот А мы с девочками Напились И я прозевала Вернулась в 4 утра Вот чисто русская история А И прозевал 4 утра А у нас часы С кукушкой Тоже то Что и на ум пришло Никому не придет В мире Я решила Сама прокуковать 12 раз Поскольку муж Спит чутко Я подошла поближе Нормальная кукушка Монстр Вылезла И дыша Перегаром Куку Муж стерпел А на утро И говорит Дорогая По-моему Надо менять кукушку В часах Почему дорогой Понимаешь Я слышал Когда ты вчера пришла Кукушка Сначала Сначала Прокуковала 4 раза Потом сказала Во блин Прокуковала 2 раза Поперхнулась Высмотала Ну монстр Они Кукукнула Пофисикала Кукукнула Наступила На кошку Выматерилась И докуковала 17 раз Наш вечер Подходит К концу Друзья Если мы в новом году Будем так смеяться Все Будет Замечательно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому